Привет, друзья! Чтобы сделать холодник действительно вкусным и освежающим, в нем должен быть баланс между тремя вкусами – сладким, соленым и кислым. Я покажу, как добиться этого с помощью трех простых ингредиентов, а также красиво запечь молодую картошку. Очень легкий рецепт холодника из самых простых продуктов. Свеклу варю под крышкой на малом огне в течение часа или до готовности. Свекла готова, когда нож входит внутрь без усилий. Картофель к холоднику подается отдельно, и поскольку холодник суп летний, то и картофель лучше всего использовать молодой. Чтобы подготовить картошку, нужно потереть ее обратной стороной губки под струей воды. Вымытые картофель я хорошо смазываю растительным маслом со всех сторон. Раскладываю на противне и запекаю 40 минут при температуре 230 градусов. Свеклу натираю на крупной терке. В холоднике важно сохранить огурец хрустящим, поэтому я нарезаю его вот таким способом, а не натираю на терке. Итак, кефир. Нарезанные огурцы. Свекла. Сейчас нужно перемешать, чтобы оценить, насколько густым получается холодник, и слегка развести его холодной водой. Обычно это половина от количества кефира. Можно использовать как кипяченую воду, так и воду из фильтра или бутылки. Я уже говорил про баланс кислого, сладкого и соленого. За сладость отвечает свекла. Соль я добавлю чуть позже. За кислый вкус отвечает кефир, но его кислоты недостаточно. Поэтому для наилучшего вкуса в холодник добавляется уксус, сметана или несладкий йогурт. В вариант для взрослых я добавляю одну столовую ложку уксуса на один литр. В детскую версию только сметану или йогурт. Соль добавляю по вкусу. Подается холодник со сметаной, свежей сезонной зеленью и половинкой яйца. В качестве гарнира обязательно молодая картошка. Поделитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на канал и, конечно, дайте знать, если вам понравилось.